В зале детской художественной школы размещена яркая выставка дипломных работ выпускников школы. В этом году школа подготовила 50 выпускников по предпрофессиональным программам, живописи и декоративно-прикладного творчества. Дети обучались кто 5, кто 8 лет. Экспозиция посвящена разной тематике. Во-первых, это год культурного наследия народов России, который отмечается в 2022 году. Также тематика посвящена семье, обычаям. Донские пейзажи дети изображали. Немножко затронули военную тематику и мифологическую тему. Ну и немаловажна тема юбилей Петра I. У выпускников семь дипломных работ по нескольким темам и технике. У Александры Богдановой на этой выставке представлено три работы. В основном я связывалась с моими воспоминаниями. Летними были выбраны донская тема, тема к профессии археолога и тема, связанная с семьей. За 8 лет обучения Александра многому научилась. Я считаю, что меня научили выражать свои эмоции, мысли в работах. Также я считаю, что меня научили запечатлеть то, что мне нравится. Поэтому в будущем я смогу рисовать то, что мне нравится, тем самым отводя душу. Я думаю, что для меня самое сложное в какой-то степени это композиция в жанре имиду. Потому что там нужно будет выражать свои мысли. Для меня также в какой-то степени сложен рисунок, потому что там нужно уметь подобрать цвета. В том плане, чтобы не сливалось и все было красиво, контрастно смотрелось. Я думаю, что с этим я не закончу. Я в течение жизни буду продолжать рисовать. Для Ангелины Алексеевой сложнее изобразить природу, чем человека или животных. Передать те краски, эмоции, наверное, это самое сложное. А цвет вообще можно подобрать? Приближенный к натуральному или все-таки это будет более искаженно все равно? Искаженно, конечно. Это не передать. Милана Ушанева разносторонний человек, и это выражается в ее работах. Я очень увлекаюсь историей, поэтому я решила совместить свое увлечение с дипломными работами. Поэтому я выбрала тему «Петр Первый на корабле штандарта». Я считаю, что Петр Первый очень значимая личность в нашей истории. Он мечтал о флоте, и в итоге он создал его, Балтийский флот, который равнялся с другими европейскими эскадрами. Флагманом Балтийского флота был корабль «Штандарт», капитаном которого был самый император. Вторая моя композиция – это «Кавалерийская атака». Она посвящена событиям 1812 года Бародинской баталии. Я считаю, что это сражение очень важно в нашей истории, и его нужно знать. И вообще историю нужно знать, потому что человек, который не знает историю, у него нет будущего. Дарья Сергеевна Лысенко выпускает своих первых воспитанниц. Она сама когда-то была выпускницей детской художественной школы имени Овечкина. Дети любят некоторым сухим материалом работать. Они, наоборот, не любят, когда грязно. То есть масло, гуашь – это когда ты можешь испачкаться, а рисунок – это пастель и карандаши, которыми ты так не сильно не испачкаешься. Поэтому некоторые дети предпочитают сперва из-за того, что это не маркий материал, а потом уже в последующем это входит в привычку. Наверное, самое сложное – это портрет и животное. Очень сложно уловить в портрете ту изюминку, чтобы сияли глаза, чтобы это выглядело по-живому. То есть если это не портрет, допустим, а именно фигура человека, она должна выглядеть живой, она должна быть в движении. Если ты этого не уловишь, это будет каменная фигура, которая никуда не двигается и не выглядит живой. А животные тоже, их сложно достаточно, тоже надо уметь уловить движение, потому что если тоже не уловить, вот эту вот изюминку будет так себе. Оценка работ выпускников 2022 года высокая. В этом году я могу сказать, что наши выпускники и преподаватели прямо на пятерочку сработали. Очень хорошие работы. Мне выставка очень нравится. Настолько дети вложились в работу. И эта выставка будет радовать учащихся и гостей школы в течение всего года. Для малышей это образец, к чему можно стремиться, а для педагогов – результат их творческой работы с учениками.